вас приветствует канал влюбленные в путешествие мы уже бывали с вами на мальте но кто сказал что второй раз будет неинтересно уверяю это путешествие вас впечатлит и так вперед навстречу свежему морскому бризу и теплому ветру вы помните что мальта очень маленькая но здесь есть очень много чего на что интересно посмотреть мальта занимает лидирующее положение по количеству исторических памятников например следы исчезнувшей цивилизации мегалитические храмы которые были построены до египетских пирамид и стон хенджа они были построены в третьем тысячелетии до нашей эры или таинственные колеи оставленные древними колесницами никто не знает что это были за телеги 6000 летней давности что на них перевозили а главное что за народ жил тогда на мальте никто не знает как эта цивилизация исчезла причем ученые дают вполне определенную дату двух тысячи трехсотый год до нашей эры причины же неизвестны следов эпидемии военных конфликтов природной катастрофы не обнаружено люди просто исчезли не дав намеков на их дальнейшую судьбу среди природных памятников можно посетить окно азура нагоза это 50 метровая арка образованная каменными глыбами является излюбленным местом кинематографистов арку можно увидеть фильмах игра престолов граф монте-кристо одиссея окно азура обязательно нужно посетить так как под воздействием частых штормов памятник постепенно разрушается поэтому окно азура может исчезнуть с лица земли уже в ближайшие годы вот такие пироги едем дальше вернее плывем голубая лагуна на острове камена это потрясающе красивое место куда можно добраться на катере заплатив около 10 евро по пути вас обязательно завезут в пещеры с неправдоподобной бирюзовой водой или также чтобы увидеть пещеры изнутри вы можете взять экскурсию на голубой грот это пещеры которые вы посещаете на катере где вы можете увидеть все цвета подводной флоры экскурсия в голубой грот на моторной лодке длится около 30 минут ощущения непередаваемые мальта является одним из лучших дайвинг спотов в мире например голубая дыра у берегов острова гоза это небольшой кусочек моря огражденный огромной скалой под водой в скале есть арка на дне появляется чудесная возможность полюбоваться на лазурное окно из-под воды здесь почти всегда потрясающая видимость рядом есть риф с разноцветными кораллами и водорослями населенные разнообразными обитателями также на дне множество затонувшие военные техники затонувшие корабли и даже статуя христа спасителя что касается религии мальтийцы очень набожные люди а церквей тут как дней в году 365 на каждом углу тут выставлены статуи святых церковь является участником общественной жизни и активно влияет на повседневную жизнь людей так например развод на мальте разрешили только два года назад чему церковь явно противилась а аборты и искусственное оплодотворение до сих пор считаются незаконными также можно съездить в деревне морячка папай комплекс развлечений папай виллэдж один из самых популярных и уникальных достопримечательностей на мальте этот мультяшный поселок был построен в 1980 годы для съемок мюзикла папай канал влюбленные в путешествие угощает смотрите в следующем видео особенности мальтийской кухни и путешествуйте от путешествий только польза